Всем привет, с вами Андрей Чент, а это новый выпуск «Касается каждого». Спасибо большое, что лайкаете, комментируете, с радостью смотрю с вами новые выпуски, а мы сегодня будем смотреть выпуск под названием «Выстраданная решительность». Честно, нихрена непонятно по названию, поэтому давайте, короче, начинаем. Здравствуйте, это «Касается каждого» программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Когда заботу о сыне приходится отложить на 7 лет. Это все, что о своей последней встрече с сыном помнит 36-летняя Любовь Савчук из Закарпатской области. Она не видела мальчика уже 7 лет. Люба утверждает, что бывшая свекровь буквально силой забрала у нее ребенка и выгнала ее из дома. Меня украли малого, баба сбила меня. Она хорошо выглядит, 36. С бывшим мужем Люба встретилась, когда вместе со своей двухлетней дочкой Иванкой от первого брака приехала в другую область на заработки. И смотря на то, что она была младше Сергея на 18 лет, у них быстро завязались отношения. Сергей принял женщину с ребенком и пара поженилась. Я сначала подумала, что они настоящая любовь с мужем. Он и его мать настаивали на браке. Но как только в семье появился общий сын Саша, отношения между супругами разладились. Люба считает, что муж и свекровь просто использовали ее как суррогатную маму. Люба со старшей дочкой Иванкой уехала в Закарпатскую область. Там она родила еще двух детей. Но все эти годы мечтала только об одном. Вернуть сына Сашу и воспитывать всех своих четверых детей. Честно, я так представляю, как девочка очень бросительно выпячивала глаза, типа когда объясняла. Вернуть сына Сашу и воспитывать всех своих четверых детей. Бывшая муж и свекровь Люба утверждает, что не выгоняли ее из дома. Люба уехала сама и за 7 лет ни разу даже не пыталась связаться с ребенком. Не подарочек, ничего не просевал. Выстраданная материнская любовь и... Я сиди там на песок, там 12 лет, ему 50 лет? Это тоже так хреново выглядит в 50? Или умелая манипуляция ребенком. Почему через 7 лет разлуки многодетная мама начала борьбу за сына? И сможет ли она отстоять свои права на ребенка, встретившись с бывшим мужем в студии «Касается каждого»? Тема эфира «Выстраданная решительность». И к нам в студию из села Квасы Закарпатской области приехала 36-летняя многодетная мама Любовь Савчук. Я приглашаю ее в студию. 36. Ты реально выгодит. Добрый день, шаново, в студии я хочу, чтобы вы мне помогли забрать сына, у которого я не видела 7 роков. Мне сложно представить, что чувствует мама, которая такое большое количество времени не имела возможности хотя бы взглянуть на собственного ребенка. Ну хотя бы по телефону вы с ним общались? Я общалась два года. Два года я общалась теперь. 2015, 2016, 2015, 2017. Цего года, ну тут я уже дальше не могла общаться, потому что Сергей взял, запретил ему с мной общаться. Я с малым балакала, присутствие его. А это, что баба его держит, это мы уже отдельно жили. Она его постоянно от меня забирала, она ему не давала. Я думала... Всегда люблю эти моменты, когда колготаны натягивают под самые подмышки. У нас так легких такого не было. На вырост. Я, наверное, так понимаю, просто колготы большого размера. И, типа, на вырост покупают, ну, типа, чтобы там не быстрый ребенок вырос. Подмышки натягнуть. У нас будет настоящая семья, которая завагитнила. Я хотела, ну, народила сына, все нормально ишло. Что ж такого сталося? Что вы могли такого сделать, чтобы настолько обмежали ваше спілкувание с вашей дитиною? Там баба всем керувала. Его мать? Да. Что мать скажет? То есть вы не сподобались своей свекрусе? Да. Давайте послушаем, что Люба рассказывала накануне эфира о своей последней встрече с сыном. Внимание. Вот так я ишла со своим ребенком. Підъезжает напротив меня свекруха с датем и с женой, с дочкой. Так выхватывают малого. Я до себе, они до себе. Мы пошли драться. Я бабу так царапаю, и она дальше тянет. До всей силы она потела. Малий плачет. Баба меня от веков взяла. Одною рукою то двинула. Сестра прибила, хватила и вот так малого засунули. Баба бере меня в три суписок, потом бери за волосы и в подлогу до капота я упала. На колено вот так упала. И кричу, отдайте мологом. Поднимаюсь. И мялась за голову. Вот так, что ты знаешь, что мне делать? Все было, как в тумане. Там такая актриса уже пошла, так немного, типа подвыпившая или что? Я обратил внимание, вы так все помните, прям в деталях рассказываете. Да, да, я это никогда не забуду. Никогда. Никогда. Скажите, а почему вы не вернулись? Почему вы не приехали и не забрали ребенка? После того, как я позвонила, что я еду по малого, мать взяла, написала мне письмо. Если ты сюда приедешь по малого, если мы тебя увидим на 5-10 километров от своего двора, то ты так будешь идти звезд, как Сидорова коза. И вот так она мне в письме была написала. Угроза мне, типа, на почту. И вы взлякались? Ну, я же знаю, как со мной было. У меня лупцево. Сказали, если они так его боятся втратить. Мой колечный человек, до чего у меня еще с матерью украли сына, и еще добиваются то, чтобы меня избавить материнства, и чтобы я ему алименты платила. Так, как я уже 7 лет не вижу сына, вот это у меня что осталось, вот эти фотокарточки. Ну, как сердце болело, думала, где же он есть сейчас, как он там проживает, или его не обижает отец, или отец водку выпивает, думаю, может, его бьет, обижает, или он живет, или он здоровый там. И вот он ждет. Моих алиментов, и никому я своего сына не отдам. После того, как вы вернулись в Закарпатскую область, вместе со старшей своей дочерью Иванкой, у вас еще появились дети, да? Да. От кого? Еще две девочки. А где батьки этих детей, молодших ваших? Он поехал, он приехал. Один батько у них, так? Да. Он приехал, поехал, потом снова через рак приехал. Отже, его нет порядка с вами, и он вам не допомогает. Я себе сама все. Где вы сейчас живете? Я живу на квартире. Наши журналисты побывали дома у Любы. Давайте посмотрим, как она живет. У нас все добре. Но самое главное, чтобы сын был порядок с сестричками своими. Я его люблю, любила и буду любить, потому что я его рожала, я его под сердцем носила. У меня не дарила, она такая, а мне доченьку любит. Расскажите, как вы познакомились с папой Сашей, с Сергеем? Мы познакомились, просто случайно. Он еще с женкой свою жив. Да, да, да. Мне рассказывали, что на тот момент он был женат. Да, мы суженались. И вы правда увели, получается, мужчину из семьи. Ну, он сам, я не хотела, как кажется. Он сам пошел до меня липнуть, что я молоденькая. В общем, он оставил ту свою официальную жену и стал жить с вами. Они не были расписаны. Они только так жили, как я с ним жила, вот это два года. Пока я не завагитнила. Не официально. И в роддом они мне привели секретарку. Три дни до роди у нас лишились, и тогда у нас расписали. То все, мамка керувала его. После того, как я родила малого, я уже заметила, что они уже под родом приехали. Она кричит, ты оставайся, а малого давай через окно сюда. Я сказала, показала. А вы думаете, что у мамы, его мамы, может быть, сразу был такой расчет? Вот вас как-то быстренько поженить? Я тоже думаю, да. Чтобы вы забеременели и все, давайте ребенка. А слушайте, а он же ведь старше вас, да? На 20 лет. На 20 лет? Да. Что вас привлекло в мужчине старшим, старше вас на 20 лет? Не знаю, я хотела семью. И сколько вы вместе прожили в браке? Дальше, около четырех. Потом малому уже вспомнился три ручки. Вот эти три года, как они прошли? Какой была ваша семейная жизнь? Дуже погано. У нас постоянно скандал был, бийка была. Вы могли пожаловаться его маме и рассказать? Посмотрите, как себя ведет ваш сын. Она повлияла на него? Я звонила до него, туда, до матери. Мать приезжала, она постоянно меня винила. Ваша свекровь сегодня приехала на программу. Я приглашаю сюда 76-летнюю Екатерину Шульгу. На самом ли деле она выкрала у вас Сашу? Давайте узнаем. Добрый день. Ну, на височках, кто же тебя выгонял, голубочка? А вы что, забули? Пакеты вот такие мне напали. Менше пить надо. Менше пить надо. Скажите, ну, ось, розповідала ваша невиска. Вы, до речи, самі ее невискою досі називаете, да, Люба? Розповідала, що ви, ну, силоміць, її выгнали. Да, никто не... Мы обмежили... Слушайте, это бабка крепкая получается в свои 76. С девкой там помало уже совладать, а? В спілкувании с дитиною вы не дозволяете їм бачитись. Да. Это правда. Поясните, что у нас, что у нас, что у нас, что у нас произошло? Это неправда. Вона, как забеременела, вона хотела убор заработать. Мы, за что, моя дочка одна и другая, у нас на ней два недели уговорили, чтобы она не добила убор, чтобы собрать дитину. Чтобы родить дитинку. Вона, как раз, не хотела, ты так и согласилась. Родила она эту дитинку. Мы забрали ее из больницы, как положил. Ну вот Люба рассказывает, что ваш сын бил ее, пив, руки распускал. Да, Боже. Она сама била, она в меня еще била. Она в меня еще била, дитинку. Что я сказал? Что они вместе махались. И она его, и он ее. И он бухал, и она бухала. И это реально истина. Люба, вас била? Люба в меня еще била. Сколько было Сашковой, когда поехала Люба? Годик не было. Тобто он был совсем маленький еще. Мы годик справляли за бъездом. Не без ней. Пані Катерина, скажите, будь ласка. Вдорослише, он поднимал на ней руку. Наверное, когда она была вагитна. Вы же женщина, вы, напевно, это видели? Я пришла с синяком. Сидела Галина и говорит, Люба, что у тебя такие щеки красные? А я скажу, это румяна от Шанель. Красивая? Хайлайтер. Вы же напарубились. Такого не было, скажите. Это очень важный. Я не знаю, что я не знаю, что я не забывала. Скажите, было такое, что наш сын поднимал руку и вывел всю женку? Не было. Не было. Да я не знаю. Боже, какой балаган. Господи. Вот это базар пошел. Татьяна Шелига, заслуженная артистка Украины. Скажите, пожалуйста, может быть, это классическая история, когда невестка пришла в семью, она одна там, да, в приимах, все против нее, и родственники, и мама, ну вот не понравилось. Я в этой ситуации на данный момент говорю честно, я не симпатизирую сейчас ни одной из сторон, потому что я не могу разобраться и понять, кто из них врет, кто из них не врет. Но есть одно но. Когда мать в семь лет не видит ребенка, я не могу уже верить. Почему? Мать приползает на коленях, на животе, лежит. Мне так нравится, как эта Шелига на тет. Вот насколько она с эмоцией выдает какую-то актрису, видно, вот прям вот, вот прям вот так вот. Ты это в луже, и что угодно, село подымает. Вот тогда ты понимаешь, что ею руководит в этой ситуации. Жили-были два аватара. Махались они вместе, матюкались, детей воспитывали. История, и конец. Ну, типа два сапога пара, серьезно. Два аватарии. Вот не уже, правда, за весь цей час у вас не было божанья, попри ваш страх, как вы говорите, рискнути, взяти своих молодших донечек, взяти старшую Иванку и приехать до Сашка? Было такое божанье. У меня старшая Иванка, как кажется, у нас же у меня не старшая. Но я боялась до того, что Сергей, я знаю, он мне сказал, как приедешь до нас, я тебе ноги руки повереваю. Наши журналісти не побоялись и рискнули навестить маленького Сашу. Давайте посмотрим, как это было. Молодец, по 12-балльной системе. До сих пор же в Украине у нас, да, 12-балльная система. Я получил пятерку. Молодец. Такой, хорошо, что отец не знает, что у нас... Пять это не самая высокая оценка. Окей. Папа такой, шесть? Пап, это считается прям вообще... Ну есть пять, а шесть, это прям ты превзошел все вообще. Ты понимаешь, пап, шесть, это просто... Ты мой профессор. Да, тут показывает в себе такую хорошую бабушку. Как собираются, то у нас места мало. Мы живем, где нужно. Понимаем, где угодно. Саши, мы любим. А люба нам была дорогая, которая нам не нужна. Не нужна, потому что она заработала. Она покидала дитину. Просто ты никаких эмоций не увидел в вашем взгляде. Вы не видели вашего ребенка так долго? Да, я вижу, он так пишет. Похоже на мою Иваночку. Наши журналисты спросили у Саши, что он помнит о своей маме. Давайте послушаем, что он ответил. Внимание. Практически ничего. Я про маму ничего не помню. Я только на фотографии ее видел. Я за мамой не скучаю. У меня чудовая родина. Батька на работе, а я бабе допомогаю. Я люблю, потому что она заботала. И любит меня. Мама не хочет знакомиться. Мне даже не интересно с ней знакомиться, потому что у меня есть баба, дед и батька. И тут мне доброе. Как вы собираетесь сейчас общаться со своим сыном, если вы о нем ничего не знаете? Да и он вас не помнит. Вы не знаете, как... Уже этот взгляд просто, честно. Знаете, кого он немного похож? На властелин колец. Я не помню, кого звали. Я тут... Добби, никто. Не, не Добби. Там у меня кто-то другое было имя. Которое моя прелесть. Он учится. Вы не знаете, какие у него любимые предметы, какие оценки он приносит со школы. Вы даже не знаете, кем он хочет стать, о чем он мечтает. Он мне рассказывал. Два года назад он англійську читал, перекладывал из яблони по-англійську, и с Иванкой общался со мной. Я его писал. Он не англійську учет, а немецкую, Люба. Какая нахрен разница? Англійська, немецкая, хоть испанская. Ты не знаешь даже, какие уроки. Вы знаете, кем мечтает быть ваш сын, Люба? Там какой-то Шдиген, Шплиген какой-то был. У меня же два года не общаюсь, я не знаю. Послушайте, что сам ваш Саша о себе рассказывает. Мне нравится лето, потому что можно на ставку покопаться, рыбу ловить. А вот мне подарили скейт, и я на нем учусь кататься. Мне нравится физкультура, потому что там можно бегать. И я еще учусь бегать, и всех могу обогнать. Дома я люблю бороться по хозяйству. Может, когда выросу, стану по хозяйству. Потому что там надо швидко бегать, одеваться швидко. Это тоже мне нравится. Хороший парень, да. Я не грамотный. Любовь, я знаю, что ваша старшая дочь, Иванка, она говорит о Саше, и она мечтает, чтобы он вернулся в семью и жил вместе с вами. Вот вы, как взрослый человек, вы сможете обеспечить ему хотя бы то, что у него есть сейчас? Даже больше. Думаю, что смогла бы, да. Наши журналисты попросили вас показать дом, в котором вы живете. Давайте посмотрим, найдется ли в нем место для Саши. А то реально не показали. Поехали. Мене чоловік вигнав з Кировограда. Не было что ни есть, ни пить. А сейчас молодая, дядя Юрий, у нас жить еде. Это у нас тут кури. Ось моя картошка. Это я поклала после Пасхи. Это уже подгорнула. Скоро, надеюсь, что девушки будут молоденько. И картошки кусок. Можете мать, где жить. То есть, в принципе, у них только вот та вот небольшая комната, куда они все там тупо штабелями ложатся, да? Люба, где там будет Сашина кровать? Ничего, у нас еще одна там летняя кухня даже есть. Люба, я просто всем напомню, это же ведь все не ваше. Вы снимаете комнату. Так, как у меня брат, брат, захватил себе хату и землю. Вы помолчите. Вы не будете в моей ситуации. Как я приехала от вас, в какую хату зашла до матери, где мамку выгнал брат из жизни, да? К нам в студию приехала ваша сестра. Давайте выслушаем Маргариту Рещук. Интересно, почему она и ваши родные вас не поддерживают? Я тогда сам мужик, и я сам в шайе. Шай, я тебе. Ты сестра не поддерживает, или что? Студия, добрый день. Любка, добрый день. Скажи, чего ты лезешь у тебя? Господи, а вы похожи. Что-то есть. Сижу семью. Это же я с дедом, с бабой, она же я. Ты неволожна, потому что класть трех своих детей на ноги, не угодно будет еще четвертое. Скажи, где твоя старшая дитина теперь? Обслуговує 82-годовую бабку. Ты мама с дитинеси. Ты, 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 что ты делаешь? Дитина в хате у меня. Что ты делаешь? А ты иди себе. Что ты делаешь, Люба? Пані Маргариту, вы говорите про старшую дитину, про Иванку. Кого она обслуговывает? Что вы имеете на увазе? Недавно звоню, я сейчас говорю, Люба, как там Иванка? А как Иванка? Иванка уже на себе заработает. Как заработает на себе? Девушка в 8 класс ходит. Как заработает? А там соседка, какая девушка из школы, соседка, я так поняла, что соседка лежит, 82-годовая. Она ей там, вот, каже, есть товарищ, что-то там есть, стирает, робит. Девушка в 8 класс ходит. И живет с твоей бабусей? Нет, нет, она не живет там. Против, живет там. Не живет она там. Мати не иди на работу. Не иди мама на работу. Она и так робит, чтобы она знала, что державная работа, треба идти на работу. Она и робит. Она не робит. Нигде двое детей в садовки отправляют дома ногами колеси. Не иди на работу. А то и стала биться еще в колесе. Отже, сама в дома, а донька старше заработает. Давайте послушаем, что сама Иванка рассказала нашим журналистам о том, почему и как помогает бабушке-соседке. Внимание. Тут, когда я ночую, когда бабусе плохо, например, лотиск или ноги. Я сама решила и посоветовала с батьками, чтобы не были против, что я буду помогать сама бабусе. И бабуся мне будет вдячна, и я буду с бабушей рада. Бабуся мне разделит и гор, и радость, что она пережила, и что ей болит. Может, что ей в ночи нужно будет помогать. Ну, я помогаю, не отказываюсь. Кто поможет бабусе, как не я? Но бабуся рада, что хоть кто-то и знаю я. И хоть не родная дитина, ведь людина, зато чужая. Но поможет бабусе. И другому будет добре, и себе. Хоть доброте, много по святе не бывает. Девочка артистичная. Да, замечательная у вас дочь. Скажите. София Богатова, многодетная мама. Хочу вас спросить, София, может быть, это и неплохо, что девочка уже в таком возрасте готова помогать, и видно, что она без принуждения наверняка это делает? Девочка, по-моему, довольна тем, что она нашла какую-то такую теплую старушку, которая с ней чем-то делится. Теплую старушку, пока я не умерла, поэтому теплую. Простите, черный ебаный. Нашла теплую старушку. Мертвой не потеешь. Чтобы ей помочь, она несколько раз говорила, что она рядом с ней, и бабушка ей благодарна. Она видит от бабушки какое-то добро, тепло, которого она, наверное, ну, не добирает немножечко дома. Что кашляет? Что-то в микрофон там кашляет, слушайте. Ну, не добирает немножечко дома, вот, потому что мама находится в суровом... Сейчас какие-то там где-то за кадром... Отпло, отпло! ...условиях папы нет, и, ну, любому человеку нужна какая-то греющая душа рядом. Почему это не мама, а бабушка-соседка? Ну, и в гораздо более благополучных семьях не всегда мама бывает очень добрыми. И очень добрыми бывают правильные, бывают люди, которые делают то, что от них ожидает социум, которые там детей умывают, одевают, кормят, но, тем не менее, все равно остается какой-то холод. Поэтому в этом случае я бы не осуждала сразу эту историю про то, то, что мама так к этому относится, что девочка уже сама на себя зарабатывает, то, что мама в этом не видит того, что девочка просто пошла... Я не могу слушать, я просто слушаю, как лафоник тут и гашляет. Знаете, это как случай тот, когда, если у вас есть в комнате на стены или настольные часы, которые вот это щелкают, механизм так... И ты как-то, если слухом услышал, там, как-то обратил внимание на это щелканье стрелки, то потом ты лежишь, и ты такой, бля, как эту телестерелку не перестать слышать, потому что ты постоянно слышишь, как что-то оно щелкает и щелкает. Пошла к другому человеку для того, чтобы там обрести некое подобие какого-то такого спокойного, светлого дома, вот, это уже, ну, другая история. Влада, а хотел у вас спросить, насколько мне известно, ваша старшая дочь, она ровесница Иванки, и вот вы бы поощряли, если бы она в таком возрасте помогала и зарабатывала? Вы знаете, я скажу сейчас об Иванке. Случайно я ее увидела до передачи. Она общалась со своими сестрами. Она делала все то, что делала мама. Она с ними разговаривала, она их хвалила. Она вот выполнила функцию какой-то вот мамы, очень заботливой. И мне кажется, что на эту замечательную девочку, на Иванку, зложили такую ношу, да, то есть она стала 14 лет мамой. И очень заботилась об этих детках. Прекрасное воспитание, безусловно. Я не могу сказать из того, что я случайно, совершенно случайно увидела, что у нее нет выхода. Было видно, как она с большой любовью. Она поцеловала ребенка, да, младшую девочку. То есть для нее это норма? Это норма, это жизнь. Наверняка, может быть, что-то такое показывает мама. Это моя фантазия. Если дочка умеет это делать, она похвалила. Тогда, может быть, Люба и неплохо ее воспитала. Я думаю, что она хорошо ее воспитала. Если мы видим такую девочку зрелую, не по годам, взрослую, которая так хвалит. Вы бы слышали эти похвалы просто аж все. Так может, просто это не благодаря, а вопреки, есть же такая история. Не у всех же родителей алкоголиков дети получаются тоже алкашами. Бывает так, а бывает вопреки, что ребенок вообще, не дай богу, думает, я манал такую жизнь. Сердце замирает от радости, правда. Действительно, я думаю, что не так все плохо, как нам кажется, да? И Люба что-то инвестировала полезное, хорошее в свою дочь, раз эта дочь умеет делать по отношению к своим сестрам. Наши редакторы обратились в районную службу по делам детей. Там нам сообщили, что на учете Люба не состоит и никаких претензий к ней, как к маме, социальные работники не имеют. Это в том селе, где сейчас живет Люба. Но наши журналисты побывали и там, где сейчас живет Саша. И в сельсовете хорошо знают не только Сергея, но и помнят Любу, несмотря на то, что столько лет уже прошло. Внимание на экран. Сергей живет сейчас с детьми. Они такие молодцы, они из семьи трудоголики. Ну, нарекания какие-то на Сергея. Я говорю, нет, нет у меня. Такий трудяга, хлопец собі. Нормально дитина ухожена, за ним наблюдение, но глаз до глаз. И тетка сидит, и бабушка сидит. Любаня, я из Любаня. Я не скажу, чтобы она не дивилась за детьми, чтобы у нее дети это самое. Ну, Люба, как дождь загуляет, то Люба была у нас на высоте. Дитина повинна залишаться в всей семье. Вот, Люба, смотрите, и ваши родные, и чужие люди считают, что Саша с отцом будет лучше. Почему вам не удалось наладить отношения вот со своими близкими людьми, в первую очередь? С сестрой, например. С сестрой? У нас я пятеро в семье. Мамка трех родила, отдала в чужих. А Маргариту отдала? Отдала в чужие руки. Зараз, почему вы не можете домовитись и быть родными однодушными? Когда сестра замуж выходила, моя мама с ветчимом сидела в лесовой касте, это по ее рассказу. Что я ела ласточки, а ее на венок клала чужая мать. Венок на голову, когда она замуж выходила за своего мужика законно. И оттуда у нас пошла ненависть, недолюбство, потому что я самая молодая была, мама самая любимая. То есть все через какие-то ревности до мамы? Поясните вы, Маргарита, это не правда, что она говорит. Она скажет правду, что все начало. То, что было, то, что минуло. То, что начало с тех моментов, когда ты начала циркуса править. Скажи, за что тебя посадили, потому что ты сидела в тюрьме. За что? Просто меня представили одни люди. Да. А я уже вижу, что они пришли. А чего? А тебе меня представили. Маргарита, а душа вот за детей, за племянника у вас сейчас не болит, что им негде жить? За волоскоп? Что они живут, где-то вот снимают комнату какого-то дедушки. Какую снимают комнату? Слушайте дальше. У нас уже пришла, она гуляла, что Иванку было там в Кировограде, было, что было. Пришла с того Иванку, нашла себе сего деда, что на квартире живет с тем дедом. Мало, дедушка приймел жить и сказал, что Иванки не ги. А еще она уроды. Нужно иметь максимальное понимание закарпатского диалекта. Временами у меня это. Вот она побежала, она начала сгибать на духовне, там, где Иванка там была, то я ей как-то блягайк дала, то она прибежала туда. Так я пытаюсь понять через слово понимаю. Ты сказал, что Иванки не ги. А еще она уроды. А початок Иванки, я расскажу. Иванка с уроды, она не хотела Иванку. Забрала из роддом, я и с мамой, 68-летнюю женку. У нас дитина, может, три месяца жмакала, туда пеленки, может, нет, потому что я не знаю. Жмакала пеленки, пеленки. Что значит слово жмакала? В данный час не было памперсов. Она забралась и пошла. Куда хотела, туда ходила. И Иванка, насколько мне известно, как сейчас жила с вами, да? Жила, а чего жила, что побили, обои сына пили, побили Иванку в ночи. Что нашли хлопцы какие-то на вокзале, кирвавую девчину. У меня документы он дает, суд ты мала мать, он мав сидеть, а я не дозволила. Мне кажется, наоборот, все мали как-то объеднатися и рятувати детей, которые сейчас где-то подживают у чужих сторонних людей. Чому вы не допоможете? Мы, кико, ей можем допомогать. Как она такая, я здоровья, того не могу, я хворю, я, 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 я. Скажите, скажите, Маргарита, Маргарита, а вы знаете этого человека, этого дедуся, с которым сейчас живет Маргарита и ее дети? Ну. Кто, кто, кто эта людина? Ну, вы знаете, на каких условиях он запропонировал свои... Что, скажите, что она, типа, с ним просто спит, а он ей комнату дает, это будет сейчас прям вишка. Житло и впустил их до себе в хату. Ну, не впустил, это с ним. Грешу над головой, потому что у меня брат и деда. Ты что, вы нажали на меня, его? Он батько двоих детей. Батько двоих детей. Зачекайте. Кто батько двоих детей? Ну, тих двоих детей, Иван, Мариска и Любка, батько двоих детей. Цей дедусь? Да. Наши журналісти встретились с этим мужчиной, давайте послушаем, что он рассказал. Внимание. Да, все-таки, да. По цим балам. Я вдаюся в музыку, тонкость, все собі для души програю, поспеваю, поглажу цих голубів малих. Пожален? Ну, то як не пожалеєш. Я сам один, не гриблять. Дитсадик близко, школа близко, нехай собі туда. А я им десь на цим балам. Для настрою підеду граю, а десь на балян. За дітьми дивляться, щось не так, я пи скажу. Йести сперлунь. Дуже знала зварити. Тепер ести звари, добрі голубці, вареники. Тепер супер. Тепер йде вперед, нічого не стоїть на місці. Все йде нормально, все красиво. Так, ну вот. Я приглашаю в студію Аллу Цикун. Давайте. Доброго дня. Що такі не ходять? А, у мене нога, ладно, все, вопросів немає. Бл**ть, я тут вже побив, бл**ть. На цю програму вчора поламала ногу. Так, а че ти без костелей? Так, як ти йдеш? Але мені знайомі з квасів сказали, поїдь і допоможи. Люби. Бо вона не така погана, як сьогодні розказують. Тетю, слухайте мене, щось я вам скажу. Ви старша, ви матинка. Матинка, да, матинка. Ви знаєте, є таке прислів'я. Тот не був глуп, то не був молод. Ну, ми її не обіжали, понимаєте? Я знаю, тетю, я розумію вас, що ви не змогли б обідати її. Але запам'ятайте ще, у вас є дві дочки. Дві дочки. Хай ця дитина буде ваша третєю. Не робіть таке, що ця такий коламут. Я її не скидала, вона сама себе откинула. Слухайте, я все знаю це. Люба стала інша. Я повторюю ще раз. Тот не був глуп, то не був молод. Ви чотири роки вже знайомі з Любою. Скажіть, будь ласка, за цей час, як часто вона згадувала свого синочка Сашу? Чи розповідала вона вам, чому вона не може з ним бачитися? І чи ви, як мама, як ви вважаєте, справді можуть бути якісь причини, які б завадили матері бути зі своєю дитину? Я скажу вам правду. Я сиділа, вона мені розказувала про свого хлопчика кожного разу. Ну прикиньте, чоловік розказує, вона казала мені, нема Алла такоїсь, ну, в мене і матеріального такого становища, знаєте? В мене нема такого, куди його перевезти. Я не хочу в них забрати цей дитя, я хочу його тільки бачити. Розумієте мене? Якби, наприклад, у мене забрали мого Вітальку, да? То я не знаю, змогла б я його відвоювати. Я скажу вам чому. Бо у мене батько був помер, а мама була одна. І якби велика сім'я мого колі, царство небесное, захотіла забрати мого Віталіка, то я знаю, що вона теж сказала, щоб я була б п'яниця, і злодійка, і гуляща. Бабушка на старості років прожили, вони жили в одному селі, в другому зовсім. Зараді Саші покинули село, покинули таку хату, покинули все. Зараді школи приїхали в друге село, тому що там не було можливості дитині вчитися. Бо тільки їх два учні в класі було індивідуальне заняття. Зараді школи купили другу хату, заново встановлюють усе, щоб Саші було добре вчитися. Понимаєте? Зараді Саші вони з дідом тягнуть і корову, і кози, і коняка, все, щоб було Саші все. А мама ні разу, ні разу не позвонила, не спитала. Людина добра, не сваріться вже, не сваріться. Я не сварюся, я вам розповідаю те, що воно є. Жіночка, я знаю ваше ім'я, не робіть балаган, не робіть балаган. Бабушка, вона виконується дитя. Якби вона хотіла, їй не закрещав ніхто. Не робіть балаган. Ви знаєте, Алла, я хочу обратитися к Любе. Люба, якщо б ви зараз, точно також як Алла, подошли к Екатерине Андреївне, зараз чи раніше, поцеловали б їй руку, приобняли б її, попытались нормально поговорити, спокійно, мені каже, що все могло б бути по-другому. І ви б не боялись, і ви б мали доступ до вашого сону. Іди, давай, ідемо к матері. Іди к матері. Іди, прося в матері прощення. Прости прощення в матері. Прости прощення в матері. Прости. Прости. Я за мене убежала і не був, а прощати не прощаю. Сразу после рекламы в нашій студії ваш бувший муж. Как он объяснит своє рішення лишити Любу материнських прав спустя 7 лет после расставання? Не пропустите. Ну там, типо, молоді, штатеринських прав, що, типо, 7 лет не проявлялась, типо, а сосідні потюдили. Ну, наверное, можу, да. На телеканалі «Интертоп-шоу» касається каждого. По матері нету сідділи. Вистраданная решительність. Люба, ваш бувший муж сегодня тоже здесь. Давайте выслушаємо 54-летнього Сергея Шульгу. Как он объяснит своє рішення лишити вас родительських прав спустя 7 лет после прекращення общення. Итак, Сергей, ми вас ждемо в студії. 54, да? Люба, перестань дзвонить и угрожать. Что с сыночком не можна общаться? Не, угрожать, перестань дзвонить дзвину. А то через чому угрожаєш? Подождите, а кто кому угрожает? Люба вам угрожает? Я не беру його. Да он не берет этого хлопця у вас. Сергей. Я тебе не угрожаю. Я сказала, я вам общаться. Два роки, ты запрещаешь. А ты что сказала? Сказала ноги, мне поломаешь руки, поломаешь голову, рвешь. Такого никто не сказал. Кому что я доказал тебе такое? Чем вам угрожает Люба? Да. Что в хате будут мертвяки, мы померем. Пане Сергею, щойно Люба зробила перший крок до примирения. И вона, ну, намагалась якось найти подход к вашей маме, к Катерине Андреевне. Скажите, будь ласка, чи є, бодай, якась надія на те, что вы сможете з цією жінкою домовитися про майбутнє вашої спільної дитини? Спокойно домовитися. Я согласен домовитися. Ну. Так. Ну. Только по-людски. Ну. Я не могла бы ехать, раз я подумал. Я не могла бы приезжать до малого, не заборгать до нього. Чего не хотела? Чего не хотела? И Хасом сказал, заходь, хану живи. А вы не шайте понаре. Скажите, якби Люба приїхала, вы б допустили ей до дитини? Ну, а я же. До ней не пустил завтра. Якщо вона завтра приїде, вы ее впустите до Сашка, надасте можливість ей побути с дитини? Ну, а я же. Это же мати, я же не пустил, чтобы она не поболакала. Сергей, вы понимаете, что подросте Сашко, если вы избавите батьковских прав, он начнет ставить вам вопросы. Батько, навіщо тут это сделал? Сестрички скучают по Саше. Вот, кстати, послушайте, что Иванка нам рассказала о Саше. Я позвітаю, что она очень маленькая. Женщина. И маленькая, очень похожая на меня. Я для тебя позову, что ты говоришь на вас? У нас вуцени, 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 вуцени. Тетю, я тетю. Я дуже близь и буду близь, аби брать жив злоти за мною. И щоб я не могла спілкуватися. И никогда нас не хвили. Я все про ребенок там даже что-то рассказывал, досраки там просто на фоне. Я не розлучав. Спасибо. Шикарно, вы все выслушали? Скажите, хоть кто-нибудь в этой студии услышал, что сказал ребенок? Да, все. То есть я не один такой, да? Ни хрена не понятно. Сказала Иван. Да ничего. Вам все равно, что говорят и думают ваши дети. Вы думаете только о себе. Я попрошу еще раз нам показать фрагмент того, что рассказала Иванка о Саше. Это важно. Послушайте все. Я помню своего брата дуже маленьким. И маленький дуже схожий на мене. Такий самый колір волосся. Дуже синие очи. И дуже великі клепки. І копія, копія я. Я дуже мрію. І буду мріяти. Аби мій брат жив завжди за мною. І щоб я не могла спілкуватися. І ніколи нас ніхто не розлучав. Да, Екатерина Андреєвна, Сергей, вы ж очень хорошо помните Иванку. И судя по вашим словам, очень прикипели к этой девочке. Любили ее? Я помню. Она и на пути, она рассказывала, и она ей рассказывает. То вона сама дитина розумна, чем ви. Ой, Иванка, он на девочке. Иванка, не розумна, чем ви. Иванка уже взрослая девочка. И она сама прекрасно понимает, что чувствует и чего желает. Це была ваша також дитина. Сергей, це ж якесь, також была ваша дитина. Вы ж з нею нянчилися. То чому ви... Я знаю, я з нею з двох годів нянчилися. Влада Березянська, да. Очень часто, когда родители расходятся, отец и его мама, ну, к сожалению, это, знаете, такой симбиоз классический, когда сын не уходит от матери, постоянно о ней заботятся, выполняют роль некого психологического мужа. Так вот, очень часто то, что я вижу в практике, что говорят мамы. Мамы, они говорят, это ты научила, это ты научила так говорить ребенка. Да вы что, опомнитесь, люди, ей уже почти 14 лет или 14 лет. У вас есть понимание, что у ребенка в этом возрасте есть свое мнение? И ни одна мама не научит этому. Ни одна не скажет, ты сейчас должна на камере выступить так-то. У ребенка есть свое мнение. Пожалуйста, прекратите, позаботьтесь о своих детях. Спасибо, Влада, спасибо. Сергей, хочу вас спросить. Вот что будет дальше? Вы готовы идти до конца в суде и добиваться лишения материнских прав? Или вы готовы к диалогу? Возможен ли компромисс в ваших отношениях с вашей бывшей женой ради будущего ребенка? Никто на вас сейчас не давит. Я прошу вас, озвучьте свою позицию, чтобы все, в том числе и Люба, понимали, как действовать дальше. Да, чтобы я знала, что мне не робить. У меня же дети тоже, я не... Сергей, не молчите. Вы молчите. Тут не мешайте за мной, я не звала. Я спросил у Сергея. Нет, Люба, я не выпускаю в ход. Сергей, я попрошу сейчас представителя службы по делам детей при Киевской городминистрации Алексея Полищука. Алексей, вы можете объяснить, что будет означать вот для вас, для вас, для вашего ребенка, если вы лишите его маму материнских прав? Что это будет означать, пожалуйста? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что если мама все-таки не начнет общаться и не начнет приезжать к ребенку, то будет у вас решение суда, не будет решения суда. В вашей жизни ничего не поменяется. Ни с материальной точки зрения, ни с другой стороны, да? Но, почему не дать этой женщине шанс? Мы видим, что в отношении нее на сегодняшний день позитивные характеристики. Правильно вот сказала Алла, да? И очень, я вам скажу, что по иронии судьбы, она встретила ее только сейчас. Если бы она встретила ее 10 лет назад, возможно, вообще было бы все по-другому. Возможно, они были бы до сих пор вместе. Если бы был такой вот наставитель, возможно, которого не было у нее в молодости, в лице мамы, да? Вот. Но вам, по сути своей, вот кроме эмоций того, что вы поставите галочку, я добился своего и лишил эту маму родительских прав, в жизни ничего не поменяется. Я хочу вам сказать, что позов про позбавление батьковских прав вы можете забрати на любом этапе. Если сейчас в ней есть какие-то перспективы, там, вернуться, ну, нехай не в правоохоронные органы, но, принаймні, в службу о справах детей, и она зафиксирует факт, пускают до дитини или не пускают, и это, возможно, посильит ей возможность не програти это позбавление, если она решит так сделать, то, когда уже будет решение суду, Сергей, вы сами это прекрасно понимаете, что вы ее официально не допустите, скажете, иди, отримуй решение суду, что тебе позволено общаться. Другое, что бы я хотел сказать, Сергей, вот такое ваше пассивное мовчание, вы буквально тут сказали, ну, в сумме, может, слов с 10. И, понимаете, это только наштовхует на думку, что вы не самостоятельный, вы решение не принимаете. Решение принимает ваша мама, или ваша сестра. Как бы там ни было, вы можете юридически, физически препятствовать общению Любы с Сашей, но вы никак не можете помешать, и прав, и силы такой не имеете общаться Иванке с Сашей. Я знаю, что Иванка настроена очень решительно, я знаю, что эта девочка действительно скучает по братику. И, более того, я даже знаю, Люба, что она приготовила какой-то подарок для Саши, который желает ему передать. Пускай же о своем подарке расскажет сама Иванка. Вы не против, Люба, что мы пообщаемся с Иванкой здесь в студии? Не. Не против. Иванка, я приглашаю тебя к нам сюда. Доброго дня. Я хочу подарить своему брату, который такой колончик, сердечко. И это сердечко будет пол у него и пол у меня. Не хочу, чтобы нас разлучали. Иванка, а ты же была совсем маленькой. Ты на самом деле помнишь Сашка? Так. У меня память очень хорошо, я очень хорошо помню всех. Ты запомнила, что у него такие самые очи, как у тебя? Так. Кольор волосы. И что он очень похож. Может, у него немного светлее волосы от меня. А так он очень на меня похож. Сергей, вы дозволите, чтобы Иванка могла передать свой подарок Сашкове? Только не в руки. Саша, я приглашаю тебя сюда к нам в студию. Потому что это порча, это голос, проклятый. Давайте, пожалуйста. Привет. Привет. Как мы с тобой долго не видели, сиди за мной. Это Саня. Саша, сидишь между Иванкой. Тут подарю ночек от меня, чтобы сердечко было у тебя всегда на шее. Чтобы ты никогда не стягал. И я тоже, хорошо? Прошу. Одевайся шейкой. Ногу можно уйти. Вот так аккуратненько, аккуратненько. Но никогда не снимай. Сашко, ты рада этому подарку от сестрички? Да. А ты вообще познав Иванку? Так. Мимо льотом. Ну вот подивися, подивися на ней. Это твоя родная сестричка. А они похожи. И вам нещеный може завадат и спилкуватыся. Взрослые часто увлекаются выяснением отношений между собой. И пока мы решаем, кто из нас главнее, наши дети вырастают и начинают повторять нашу... А батя вообще тупо в нирване сидит. Уже ошибки. Успейте сказать важные слова своим детям вовремя. Это, безусловно, укажет им правильный путь в жизни. Это касается каждого. Спасибо. Короче, да, там мужик такой, ни рыба, ни мясо. Там сестра, в общем-то, орет больше всех. Бабка чуть выделывается. Ой, бухали вместе, махались. Классная жизнь у людей. Эх, скучно живем. Что скажете? Будет интересно почитать ваше мнение в комментариях. Ну и увидимся в новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok